Всем известный пакт Молотова-Риббентропа, подписанный между Третьим Рейхом и Советским Союзом 23 августа 1939 года, по которому министры иностранных дел вышеупомянутых стран согласовали раздел Польши и сферы влияния в Восточной Европе, официально вызвал Вторую мировую войну, 1 сентября, когда силы Вермахта пересекли польскую границу. Чуть больше, чем через две недели, и СССР вторгся в Польшу, заняв Запад, украинских и белорусских этничных земель. Это событие продемонстрировало для союзников в виде Франции и Великобритании, кто является агрессором и против кого им предстоит бороться во Второй мировой. Но союзники объявили войну только гитлеровской Германии, Советский Союз, в свою очередь, формально остался без внимания. США были ближайшим союзником как Британии, так и Франции в данной ситуации. Конечно, можно сослаться на то, что союзники не объявили войну СССР, поскольку для них самих наибольшую угрозу представлял Третий Рейх, и потому им надо было сконцентрироваться именно на нем, что очевидно ставит вопрос, тогда почему США не объявили войну СССР? Давайте же сегодня обсудим этот вопрос. Поехали! Не после начала Второй мировой войны, не после нападения Советского Союза на Финляндию, не после вторжения Германии во Францию в 1940-м США не объявили войну СССР. Во время Великой депрессии в 1933 году ко власти в США пришёл президент Франклин Рузвельт, кандидат от Демократической партии, предложивший американскому народу новый курс, как впоследствии стали называть его политику. Вообще, меры, принятые администрацией Рузвельта, позволили предотвратить дальнейшее сворачивание производства или, по меньшей мере, облегчили последствия экономического кризиса для американского населения. В конечном счёте, Великая депрессия закончилась в Америке лишь с началом Второй мировой войны. Администрация президента США начала финансирование военных заказов. Как тут, неожиданно для руководства США, в конце сентября, начале октября 1939 года, СССР начал размещать свои военные базы на территории стран, которые, по дополнительному секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа, были отнесены к сфере влияния СССР в Эстонии, Латвии, а чуть позже и в Литве. Франклин Рузвельт был недоволен работой американской разведки после произошедшего, вследствие чего его уверенность по вопросам Советского Союза немного поубавилась. Чуть позже американское правительство открыло программу по военному производству, и это был удачный шаг для Америки, но подозрительный для СССР. Вскоре в США безработица упала с 14% в 1940 году до менее чем двух. 5 октября 1939 года СССР предложил и Финляндии рассмотреть возможность заключения с СССР пакта о взаимопомощи. Переговоры были начаты 11 октября. Однако Финляндия отклонила предложения СССР как по пакту, так и по аренде и обмену территорий. 30 ноября 1939 года СССР начал войну с Финляндией, которая завершилась 12 марта следующего года. Разгром финнов не был достигнут. Потери советских войск были слишком велики в сравнении с планами, предполагавшими легкую и быструю победу малыми силами. Американцы оценили это событие как свою ошибку, ведь если бы они тогда помогли финскому руководству с поставками вооружения, тогда бы как людские, так и территориальные потери были бы намного меньше. В связи с этим США открыли переговоры по созданию путей вооруженной помощи союзникам. Престиж Красной Армии как сильного противника был подорван. Это произвело сильное впечатление, в частности на Германию, и это подтолкнуло Гитлера к идее напасть на СССР. Это понимали и американцы, в связи с чем они не решались предпринимать какие-либо существенные действия в отношении Советского Союза. 14 июня 1940 года советское правительство предъявило ультиматум Литве, а 16 июня – Латвии и Эстонии. В основных чертах смысл ультиматумов совпадал. От этих государств требовалось привести к власти дружественные СССР правительства и допустить на территорию этих стран дополнительные контингенты войск. Условия были приняты. 15 июня в этот раз первые советские войска вошли в Литву, а 17 июня – в Эстонию и Латвию. Просападные правительства были сняты, а новые просоветские сняли запрет на деятельность коммунистических партий. Рассматривая эти действия со стороны СССР, параллельно американцы поставили цель в том, чтобы с осени 1939 года до осени 1941 года промышленное производство Соединенных Штатов выросло в почти в полтора раза. Первые месяцы не сдались сколь-нибудь существенными темпами, однако после перехода власти в Прибалтике в руки коммунистов начались интенсивные работы по изготовлению вооружения. Так, производство шло в пользу не только американской армии, а еще и на подкреплении сил союзников из Западной Европы, в особенности Франции, которая 22 июня 1940 года была оккупирована немецкими войсками. А уже 26 июня 1940 года СССР потребовал от Румынии передачи ему Бессарабии и Северной Буковины. Румыния согласилась с этим ультиматумом и 28 июня 1940 года на территорию Бессарабии и Северной Буковины были введены советские войска. Как и во время Первой мировой войны, Соединенные Штаты долго не вступали и во Вторую мировую войну, однако уже в сентябре 1940 года США по программе Ленд-Лиза оказывали помощь вооружениям Великобритании после оккупации Франции, сражавшейся в одиночку с нацистской Германией. США также поддерживали Китай, который вел войну с Японией и объявили эмбарго на поставки нефти в Японию. После нападения Германии на СССР в июне 1941 года программа Ленд-Лиза была распространена и на СССР. Ой, кто-то я зашел слишком далеко. Германия в ноябре 1940 года предложила Советскому Союзу присоединиться к Тройственному Пакту и войти в число членов держав ОСИ. Советское правительство дало согласие при условии отнесения к сфере интересов СССР, Румынии, Болгарии и Турции, однако эти требования были отвергнуты германской стороной. До самого начала Великой Отечественной войны СССР имел с Германией серьезное экономическое и военно-техническое сотрудничество. А именно, 28 сентября 1939 года, сразу после завершения военных операций в Польше, в Москве был подписан Советско-германский договор о дружбе и границе и новые секретные протоколы, в которых были уточнены сферы интересов двух стран. После этого, на ближайшие два года из советской пропаганды исчезли антигерманские темы, а все это я озвучил на фоне общего военного парада между немецкими нацистами и советскими коммунистами. В декабре 1940 года Гитлер подписал план Барбаросса, назначив нападение на СССР на май 1941 года, однако весной 1941 года немецкие войска были заняты в военных действиях на Балканах, были захвачены Югославия и Греция, поэтому дата нападения на Советский Союз была перенесена на 22 июня 1941 года. И напоследок, слова эксперта. Отныне США прекратили рассматривать СССР как врага в контексте нового этапа Второй мировой войны. Открытие Второго Восточного фронта со стороны гитлеровской и нацистской Германии. Американцы, не задумываясь о прошлых разногласиях с советами, начали поставлять им военную помощь. Конечно, кто-нибудь может сказать, что и без этой помощи СССР бы легко победил. Однако, если бы США встали на стороне немцев, тогда бы выиграл СССР. Ну, конечно же. И поэтому надо ценить любую помощь, дорогие друзья. Ты досмотрел это видео до конца и не знаешь, что глянуть дальше? Я тебе предлагаю посетить мой канал и узнать, почему правительства Союзных Российской Империи стран не спасли Николая Второго. Узнать историю Германского Железного Креста или послушать про колонии Германской Империи. На канале много других интересных видео. Скорее спускайся в описании, переходи по ссылке и смотри за Кайзера и за Фатерлян, за Бога Царя и Отечества, за Короля и за Императора. Это Японская Империя в 1942 году и у неё всё очень хорошо. Ну, на самом деле нет. Давайте вернёмся немного назад. Во второй половине 19 века Япония совершила сверхбыстрый скачок и стала одним из самых передовых государств. Страна старалась расширить своё влияние на всю Азию и в 30-х годах 20 века прошёл целый ряд конфликтов с разными государствами. 7 июля 1937 года началась война с Китаем и уже 26 июля Япония перешла к полномасштабным боевым действиям. Ну, а на этом всё. Уважаемые подписчики моего канала, прошу вас, пожалуйста, распространить это видео. Просто нажмите «Поделиться» чуть ниже этого видео и скиньте это видео своему другу. Это невероятно поможет в развитии канала, потому что недавно YouTube обновил систему алгоритмов по продвижению роликов. А также, пожалуйста, прожмите лайк и подпишитесь на канал. Спасибо вам большое. До скорого!